Здравствуйте, уважаемые коллеги! Призываю вас при всех обстоятельствах соблюдать правила хорошего тона. Если вас пригласили в гости, в ресторан или на банкет, запомните, вилки со стола складывают в левый карман, а ложки со стола кладут в правый карман. Не перепутайте, иначе не Камильфо. Немного о педагогике. Мне однажды повезло в жизни работать рядом с таким замечательным человеком, к сожалению, покойным сегодня. Это Александр Андреевич Абросимов, мы с ним работали на одной кафедре. Мой учитель, я считаю своим учителем в преподавательском ремесле. Вообще он закончился в Казанской Суворовской училище, был офицером, попал под это страшное хрущевское сокращение армии. Тем не менее, после этого закончил КАИ, работал на заводе, стал кандидатом технических наук. Вот просто почему я его вспомнил, он всегда так говорил, когда я иду на лекцию, я надеваю белую рубашку и самый свой лучший костюм. Я слишком уважаю своих студентов. Таких сейчас не делают, господа. И, кстати, он говорил, надеваю костюм, а не одеваю. Сейчас больше рядом путают. Одеть можно ребенка на прогулку, а на себя что-то надевают. Костюм, белую рубашку. Стоит следовать совету Александра Андреевича Царствие небесное. Вы, наверное, помните из уроков истории, уважаемые коллеги, что вот в любой цивилизации практически есть такая единица измерения длины, как локоть. Ну, то есть локоть, длина предплечья человека, ну, в среднем, примерно, 30 сантиметров. Ну, там, при строительстве, каких-то геометрических измерениях, такая единица применялась. Так вот, эта длина локтя, это примерно вот некая зона, накруг нас очерчивается, ну, как называют, личная, интимная зона, куда нежелательно входить. Мы сами не любим входить в чужую зону или кого-то терпеть в этой, в тесном лифте или в автобусе. Неприятно, когда люди вторгаются в эту зону. Вот, то есть вот длина предплечья, 30 сантиметров локоть. Это когда мы в таком, ну, человеческом общении, что ли, в обычной среде. А вот когда водитель садится за руль, надевает из себя, конечно, железо своего автомобиля, он эту дистанцию увеличит примерно в 10 раз. То есть любой водитель подсознательно считает, что 10 метров перед его машиной и 10 метров сзади его машины – это его такая же личная зона. Его раздражает, когда туда вторгается чужой автомобиль. Поэтому не вторгаетесь. Собственно, написано в правилах – держи дистанцию. Зачем лишний раз раздражать человека? Ну, и сами, чтобы не раздражаться, лучше держать дистанцию. Это безопасно с точки зрения дорожного движения и с точки зрения психологии. Не мешать друг другу. Это очень важное правило. Даже последние двоечники, что мужчина, входя в помещение, должен снимать головной убор, а вот дамы могут не снимать головной убор и перчатки, находясь в помещении. Это так, но не совсем так. Имеется в виду, дама может не снимать в помещении шляпку изящную и легкие летние перчатки. А вот зимние варежки и зимнюю шапку с помпоном даже дамы в помещении должны снимать. Это камильфо. Знаете, уважаемые коллеги, я вот в Казанском метро обратил внимание, сейчас такая мода там пошла, но есть французные экраны рекламные. Там всякие розыгрыши советуют, как разыграть коллегу по работе, родственников, каких-то друзей или целый пассажировский вагон в метро. Ну, интересная вещь такая, розыгрыш. На передаче такая была телевизионная розыгрыш. Ну, знаете, что я подумал? Вообще-то я себя считаю человеком с неплохим чувством юмора, но вот такие любители розыгрышей, они никогда не ставили себя на место, человека, которого разыграли. Иначе, все равно очень интересно. Вот я разыграл, как смешно. Смешно и тем, кто съедет телерозыгрыша. А на то место встаньте, человек, которого разыграли. В нашей истории всегда большим мастером розыгрышей считался композитор Никита Богословский. О нем много мемуаров написано, вспоминает, как он... Честно говоря, я почитал, знаете, хамский скотский розыгрыш, значит, у него были. Пишут те, кого он разыгрывал, кто был свидетелем. Конечно, очень смешно. Так вот, поставьте себя на место, которое вы собираетесь разыграть человека, и смотрите, а хорошо ли ему будет, да? А если вы там докажетесь? И вообще, говорят, ребята, чувство юмора начинается не с розыгрыша. Вот как французы говорят, анекдот – это остроумие тех, у кого нет своего остроумия. Очень немногие люди умеют хорошо рассказывать анекдоты. Розыгрыш – это для тех, кто даже анекдоты не умеет рассказывать. И юмор начинается, или хорошее чувство юмора, с самой иронии. Как в песенке поется, кто может первым посмеяться над собой. Вот если когда вы сможете над собой посмеяться, то действительно смешно, остроумно и красиво. Это Камильфо. Продолжаем разговор о Казанских улицах. Есть в Казани улица Сертлановой. Магуба Гусейновна Сертланова, герой Советского Союза, старший лейтенант, летчица 46-го гвардейского авиационного полка ночных легких бомбардировщиков ПО-2. Их еще часто называли немцы ночными ведьмами. Но здесь небольшая такая, не то что предыстория, а обстоятельства. Благодаря фильмам, книгам, у нас на роде сформировался такой стереотип, что ли, что на этих легких самолетах ПО-2 летали только женщины, только девушки. Женских полков было всего три в нашей авиации. Один бомбардировочный П-2, там Марина Роскова была командира, великая летчица. Был истребительный полк, там Лили Литвак, погибла, к сожалению, тоже герой Советского Союза. Женщина, сбившая самое большое число истребителей в мире, вражеских самолетов. И вот такой ночной бомбардировочный полк, самолеты ПО-2, легкие спортивные самолеты, аэроклубовские, с которыми бомбили. А вообще таких полков было более 60 советской армии, и там в том, конечно, летали мужчины. Но был один женский полк, ночные ведьмы. Вот Магуба Гусейнова-Сартланова летала в этом полку. Ну и тоже, заметьте, да, легкий такой фанерный самолетик. Он, по-моему, около 500 килограмм нагрузки себе убрал. С аэродрома подскока, с малой дальностью, они летали ночью в тыл немцев. Могли заглушить мотор, сбросить бомбу бесшумно и улетать. Да вот представьте себе, за 4 года войны сколько бомб наши люди, летчики, сбросили на фашистов. Одна треть всех этих бомб была сброшена с этих маленьких-маленьких самолетиков ПО-2, которые, кстати, в Казани производились. Вот Магуба Гусейнова-Сартланова. Жила она на улице Искры, там, к счастью, есть хотя бы мемориальная доска о том доме, где она проживала. Но информации на самой улице ее имени, конечно, никакой нет. Кто она была такая? Она была герой Советского Союза, летчица ночного бомбардировочного полка. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова